Для того, чтобы победить специальные военные операции, наше общество объединило свои усилия. Мужественные воины сражаются на передовой, а в тылу многие неравнодушные люди поддерживают их. Они делают всё возможное, чтобы помочь защитникам Отечества. Именно такие славянцы и были приглашены на мероприятие в Крымске, где побывала и съёмочная группа нашей телерадиокомпании. Город Крымск радушно принял кубанцев, которые помогают нашим воинам. В зале кинотеатра «Русь» собрались волонтёры специальной военной операции из Анапы, Абинского и Славянского районов, представители патриотических объединений Тимрюкского и Крымского районов, участники СВО. Встреча была посвящена 30-летию Конституции Российской Федерации и правам граждан России четырёх новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С самого начала спецоперации помощь защитникам Отечества оказывают депутаты Государственной Думы России Иван Демченко и Наталья Костенко. Команда депутата Демченко своих не бросает. Тонны гуманитарной помощи, сотни автомобилей, более тысячи спальных мешков, несколько сотен квадрокоптеров, антидроновых ружей и оптических прицелов переданы в помощь бойцам. Помощь уже стала масштабной гуманитарной компанией. Депутат Госдумы Иван Демченко открыл мероприятие, сердечно приветствовал всех собравшихся, отметив высокое значение волонтёров. Когда начали работать на фронт, на победу, стали как одна семья. А ведь мы так раньше жили всегда. Много молодёжи, вы, может, не помните. Раньше дом не строился в станице одним человеком. Всей станицей строили дом, всей улицей, вы понимаете, чего? Вот кто люди в возрасте уже это помнит и вспоминывает. Мы так жили. И я вас уверяю, мы так будем жить, потому что мы любим свою Родину, любим своих детей. И мы учим сегодня и молодое поколение, и деток вот таких уже, понимаете, нашей традиционной культуры. Пока мы вместе, пока мы собираемся вот так, мы непобедимы. Славянский район вместе со всей Кубанью оказывает помощь военнослужащим, участникам спецоперации. Славянцы понимают, как важно сейчас быть со своей страной, поддерживая сражающихся бойцов. Глава Славянского района Роман Синеговский, возглавлявший нашу делегацию, поблагодарил всех, кто сегодня помогает воинам на передовой. Много сделано всего. Тысячи наших земляков помогают в СВО. Мне приятно, что среди этих земляков есть мои земляки с малой родины, со Славянского района. Все они тоже плечо к плечу встали для того, чтобы помочь, чтобы поддержать боевой дух, чтобы поддержать силу воли наших воинов. Спасибо руководителям предприятий, которые очень серьезно помогают бизнесу. Спасибо, наверное, школьникам, начиная со школьников, студенты, наши общественники и буквально все-все, которые оказывают большую-большую помощь. Иван Иванович, вам большое спасибо, потому что мы уже поработали, знаем разных помощников. Есть советники, которые, знаете, хотят советуют, хотят не советуют. Да есть Иван Иванович, человек дела, который взял, помог, поддержал, заметил, выручил. Поэтому вам большое спасибо. Самым активным славянским волонтерам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. В их числе была и Татьяна Дацко, которая объединила в инициативную группу более 400 жителей станицы Анастасиевской. Участники группы собрали свыше трех миллионов рублей на коллиматоры, приборы ночного видения, глушители, бронежилеты. Они стараются и своими руками делать все нужное для воинов. Я занимаюсь оказанием помощи мобилизованным, и не только им, но и их семьям. Ну, в ходе работы, естественно, мы расширились, и теперь не только мобилизованные, вообще все военнослужащие, все семьи, которые связаны с СВО, мы всем им оказываем помощь, поддержку. Также наша землячка Нина Храпко, отмеченная за ее работу, является организатором и координатором группы «Родина, мать, славян», с которой включает в себя 250 волонтеров. Эти люди делают очень многое для фронта, помогают госпиталям. Основное наше направление – это плетение маскировочных сетей. Вот на сегодняшний день мы отправили в зону СВО 6575 квадратных метров. Вот, на сегодняшнее утро. Кроме этого, мы сушим супы, борщи, готовим каши быстрого запаривания. Мы носилки шьем и ФОМА, которые просто из строп и шьем носилки волокуши. Сегодня мы на таком прекрасном мероприятии. Спасибо огромное депутату Демченко, партии «Единая Россия», что нас пригласили, что увидели нашу работу, что нас оценили. Сейчас волонтерское движение – это большая семья неравнодушных людей. Их работу поддерживают на всех уровнях власти, и она набирает обороты. Недаром в Славянском районе говорят, нам нужна одна победа, так же, как когда-то говорили во время Великой Отечественной войны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».